У каждой из стран СНГ есть свой опыт и специфика работы в вопросах обеспечения военной связи. В зависимости от условий в государствах разрабатывается концепция вооружения и оснащения подразделений необходимой техникой. Лучшие ее образцы собрала наглядная экспозиция, которая предварила работу большого совещания. Функционирование и развитие совместной объединенной системы связи вооруженных сил государств участников СНГ – центральная тема встречи, которая состоялась в областном центре. Сегодня такой открытый диалог, обмен опытом между странами дает реальный ощутимый результат. Комитет начальников связи является исполнительным органом Совета Министров обороны стран, участников СНГ. И, прежде всего, от вашей работы напрямую зависят вопросы организации связи в интересах управления при выполнении нашими вооруженными силами совместных задач. За прошедший год проведено около 100 мероприятий различного уровня и масштаба. При этом не было ни одного нарекания на отсутствие и неустойчивую работу связи. Поиск путей расширения взаимодействия между ведомствами начался еще в 90-е годы. Со временем контакты налаживались, однако сотрудничество было скорее точечным. Сегодня же постепенно диалог становится более конкретным и предметным. Система связи объединенная, которая в какое-то время, период была утеряна, ну с распадом, как говорится, Советского Союза восстанавливается. И самая главная цель начальников связи это восстановить эту объединенную систему связи, чтобы военные, как говорится, разговаривали на одном языке, на одной аппаратуре. И в этом смысле была достигнута оперативность и не было никаких проблем. В настоящее время система средств и комплексы связи развивается с немоверной скоростью. И без промышленности, без предприятий военно-промышленного комитета, стран, содружества, естественно, войска связи развиваться не будут. Поэтому здесь предоставлены все образцы современных и перспективных средств связи, которые в ближайшее время поступят на вооружение. Итогом мероприятия стало утверждение плана сотрудничества на ближайшие несколько лет, а также подписание необходимых для этого документов. Кроме того, открытый диалог стал почвой для детального изучения других тем, которые станут повесткой следующего координационного мероприятия.